МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты заявили о необходимости создания стимулирующих мер по развитию самодостаточности экономик регионов. Кабмин парирует. Каждый гражданин имеет право на доступ к государственным услугам в равной степени, вне зависимости от того, в регионе доноре он живет или в регионе получатели. В чем сходится мнение депутатов и членов правительства, так это в том, что бюджет должен иметь явную социальную направленность. По прогнозам, расходы республиканского бюджета в 2017 году составят 8,5 триллионов тенге. В целях обеспечения экономического роста и продуктивной занятости основными приоритетами расходной части бюджета определены форсированное развитие аграрного сектора, индустриализации, развитие МСБ, развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Главный финансовый документ страны на ближайшие три года сформирован, исходя из базового сценария. Баррель нефти 35 условных единиц с последующим незначительным увеличением к 2021 году до 45 американских денег за бочку. Объем добычи нефти в 2017 году ожидается на уровне 79,5 миллионов тонн. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 1,9%. Номинальное ВВП по прогнозам вырастет с 48,4 триллиона тенге в 2017 году до 63,6 триллиона тенге в 2021. ВВП на душу населения прогнозируется на уровне 7,5 тысяч условных единиц. Экспорт прогнозируется на уровне 40,2 миллиарда долларов в 2017 году. Средний годовой уровень инфляции будет находиться в пределах 6,8%. В будущем году из Национального фонда планируют привлечь целевой трансфер 440 миллиардов тенге из заранее одобренных 720 миллиардов. Оставшиеся 280 миллиардов будут зарезервированы в Нацфонде. С учетом ситуации в экономике уже в 2017 году при уточнении республиканского бюджета будет понятно, на что, как и стоит ли вообще использовать эти деньги. В этом году произошло значительное улучшение. Это было значительное улучшение инвестиционных параметров. Во-первых, с 2002 года по 2016 год инвестиционная доходность Национального фонда составила 3,56%. За 9 месяцев 2016 года по предварительным данным доходность Национального фонда стал 3,02% в положительном выражении, что является одним из высоких показателей среди вообще других суверенных фондов, которые функционируют в мире. Волатильность доходов республиканского бюджета, она связана со снижением цен на основные экспортные товары, в частности на нефть. Снижение такой доли за счет снижения трансферта и повышения собираемости доходов из других источников позволит нам стабилизировать это и тем самым меньше средств привлекать из Национального фонда. Хотелось бы отметить, что при принятии бюджета страны на ближайшие три года расходы на выполнение социальных обязательств государства предусмотрены в полном объеме, в том числе сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением на 2% прогнозируемого уровня инфляции. На этом у меня все. До встречи и будьте в курсе законотворческой деятельности в нашей стране. Продолжение следует...